Айнура Акматова 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 При проведении этих исследований у Минздрава будет больше информации о распространении коронавируса среди населения Акматова пояснила, что иммуноглобулин М вырабатывается в организме человека на третьи-седьмые сутки и в конце второй недели доходит до пика и обратно начинает снижаться в то время как иммуноглобулин Джей начинает вырабатываться со второй недели и с четвертой недели доходит до пика По словам Айнура Акматова совместно с представительством ВОЗ проводятся исследования на антитела среди разных возрастных групп Такая работа ютбишкеки в Чуско-Ожской, Баткенской, Нарынской и Сыкульской областях Что касается оборудования, которое применяют при лечении тяжелобальных пациентов то до сих пор, несмотря на закупки подаренную на благотворительной основе технику в медучреждениях ощущается нехватка На сегодня имеется 572 рабочих аппарата искусственной вентиляции легких Но система здравоохранения нуждается еще как минимум в 220 аппаратах ИВЛ С начала пандемии в рамках ГУП-помощи поступило 23 единицы этой техники На сегодня уже проведен тендер на поставку 63 аппаратов ИВЛ Вместе с тем были подарены также 5 СИПАП-аппаратов и 13 БИПАП-аппаратов Их также применяют для вентиляции легких Кроме этого из Узбекистана поступило 100 единиц БИПАП-аппаратов Их распределили в городскую больницу номер 1 Номер 6 В центре фтизиатрии Железнодорожную больницу В центре хирургии Во второй роддом В обсерватор на базе Ганси Остальные в резерве Президент Соренбан Чейнбеков сегодня посетил ночной стационар открытый в городе Бишкек Его сопроводил мэр столицы Азиз Суракматов Сегодня, как отметил глава государства остро стоит вопрос с лекарствами И действительно, ведь если места для приема нуждающихся в медпомощи изыскиваются то вот препараты, которыми прописывают врачи в дефиците Как отметил президент сегодня, кроме мер по ввозу лекарств извне рассматривается также вариант использования потенциала отечественного фармацевтического производства Тем временем, для работы на этих новых медобъектах привлекаются все специалисты имеющие медицинское образование Сюда же направили на специально, добровольно вернувшихся на родину медработников Глава государства с особой благодарностью отметил позицию врачей и соотечественников прибывающих из-за рубежа для оказания помощи Кыргызстану в борьбе с вирусом Сегодня в беседе с медперсоналом этого стационара президент отметил, что правительство работает над увеличением заработной платы врачей работающих в очагах заболевания а также рассматривает вопрос об оздоровительной реабилитации в здравницах Иссыкуля всех медиков которые, к несчастью, заболели во время исполнения своего профессионального долга Сегодня труд волонтеров неоценим Я твердо убежден в том, что мы сможем победить заболевания когда у нас есть такие сыновья и дочери Груз, поднимаемый всеми, становится легче, говорится в народе Благодарю волонтеров и неравнодушных предпринимателей которые протянули руку помощи когда нам всем выпало такое испытание Если каждый гражданин будет соблюдать установленные требования то мы победим Многое зависит от ответственности и дисциплины Ухудшение самочувствия наступило вдруг ночью а скоро не успевает добраться до вас из-за загруженности В том числе в таких случаях и можно будет обратиться за медпомощью в ночной стационар Один из них находится в спорткомплексе ДСК в 7 микрорайоне другой в ресторане-консул на пересечении улиц Фрунзе и Росбеково в Бишкеке В первом стационаре 120 мест, во втором 100 Там будут дежурить команды врачей которые соберут все данные оформят их в историю болезни чтобы в случае необходимости передать на госпитализацию в лечебный стационар При этом окажут необходимую медпомощь вплоть до подключения пациента к кислороду Между тем, дневные стационары с момента открытия уже оказали помощь более 30 тысячам горожан Большинство смогло пройти в нужный момент медицинские процедуры Кто-то получил консультацию по лечению на дому Более 150 человек там были вовремя диагностированы и переданы на госпитализацию К сожалению, 9 человек, обратившиеся к медикам в этих дневных пунктах, спасти не удалось Более 40 тысяч упаковок самых востребованных сегодня препаратов на днях поступят в Кыргызстан Но и этого мало Об этом сегодня сообщили в департаменте лекарственного обеспечения Ситуацию с отсутствием медикаментов там объяснили тем, что партия гепарина и некоторых других жизненно важных лекарств опоздала на 21 день из-за задержки на казахско-узбекской границе С чем это связано, не пояснили Между тем, из 58 наименований лекарств применяемых при лечении больных с ковид и пневмонией 8 наиболее востребованы Это антикоагулянты и антиагреганты По данным департамента, партия с 15 тысяч упаковок завезенная 7 июля была раскуплена всего за два дня И как отмечают в аптеках, несмотря на то, что они реализуют по одной пачке в одни руки они не могут выяснить, для каких целей его покупает тот или иной человек Фармкомпании уже подали заявки на заводы-изготовители но это займет время Между тем, список из 8 самых востребованных лекарств по международным непатентованным наименованиям уже передан в МИД и в данное время Иран предложил 4 препарата по приемлемой цене В этой связи в Иран, как сегодня сообщил премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Буронов и направят специальный чартерный рейс за лекарствами Самые необходимые сегодня препараты также доставят из России, Китая, Пакистана и Индии Глава правительства сегодня отчитался сколько фармкомпании привезли таких лекарств, как гепаринк, лексаны и им подобные и что с 15 до 20 июля ожидается завоз еще около 15 тысяч упаковок Вопрос обеспечения населения медикаментами решается Многие, по словам премьер-министра стали закупать лекарства про запас на случай, если они вдруг заболеют Выявлено и немало спекулянтов Это не только единичные физические лица Сотрудниками уполномоченных органов были выявлены целые склады с жизненно важными препаратами По этим фактам начаты расследования Как вы сами знаете есть много стран, которые ввели запрет на экспорт медикаментов и медицинского оборудования С ними вопрос надо решить проведя переговоры на государственном уровне С Ираном такое мероприятие проведено Даст Бог решился вопрос И с другими странами тоже решится на государственном уровне В зависимости от процедур каждой страны немного уходит время Между тем в стране из-за нехватки лекарств случился ажиотаж как было ранее с продовольствием Некоторые граждане стали спекулировать на этом скупают лекарства и продают их в несколько раз дороже По восьми фактам начаты дела в отношении перекупщиков Два уголовных дела открыты по созданию намеренного дефицита некоторых препаратов которые были спрятаны на складах Кроме этого зарегистрировано 27 фактов необоснованного завышения цен на лекарственные препараты по незаконному вывозу товара и другие 4 дела по продаже медицинских масок по более дорогой цене И финансовая полиция усилит меры против аптек которые так поступают Ситуация с распространением инфекции легче пока не становится заключил глава Кабмина и напомнил, что день от дня выявляют около 500 заболевших Тысячи людей получают лечение кто в стационарах, кто на дому и, к сожалению, каждый день есть умершие с диагнозом коронавирус или пневмония Медицинские силы уже на пределе это тоже люди и они тоже заболевают из отпусков Только в Бишкеке, по словам Буронова уже вернулись к работе 255 человек 88 из них врачи Потребности есть как в больницах так и в дневных стационарах С оплатой их труда вопрос решен С конца марта по сегодняшний день не считая зарплаты только на доплаты перечислено 488 миллионов сомов И сегодня правительство работает на тем чтобы июльские расчеты произвести на основе новых норм под оплатом, который предполагает принятый и уже подписанный президентом закон Привлеченные к борьбе с ковид получат до 72 тысяч сомов в виде надбавок Радует, отмечает Кубатбек Буронов что на призыв заступить на медслужбу прилетают и наши соотечественники из-за границы По республике с 6 июля по 13-е обратились 44 человека с медобразованиями и навыками Из них 17 специалистов были трудоустроены на работу 6 врачей и 11 медсестер Другие специалисты с медицинскими знаниями были приглашены на работу в качестве волонтеров Прибывают врачи-добровольцы из-за границы Кыргызские сообщества и организации в других странах собирают медицинские бригады и помогают им добраться до Кыргызстана Из Москвы 5 июля прилетели 14 врачей 12 медсестер 12 июля 45 человек Из Екатеринбурга и Новосибирска прилетели врачи и медсестры Из Турции при содействии посольства 15 июля прилетят 18 ординаторов Кислородных концентраторов, которые применяются в лечении больных пневмонии по мнению премьер-министра Кубатбека Буронова на сегодня достаточно По его информации, на начальном этапе эпидемии было в наличии всего 700 таких аппаратов Еще полторы тысячи были закуплены государством за последние месяцы Тысячу единиц предоставили в качестве помощи предприниматели и рядовые граждане Уже завтра, как сообщил Буронов, поступят еще 200 штук В 20-х числах июля ожидается партия из 400 аппаратов из Катара Все оборудование будет распределено по потребностям Предполагается, что в каждый ФАП передадут по два кислородных концентратора Между тем, несмотря на такие заявления главы правительства, многие граждане были вынуждены сами купить эти аппараты за неимением их в медучреждениях заказывали их из-за границы и привозили в больницы для своих болельщих родных и близких Некоторые впоследствии сдавали их в аренду за определенную плату Помощь больницам республики кислородными концентраторами также продолжают оказывать наши соотечественники Так, 14 таких аппаратов Минздраву приобрели на свои собственные средства и передали представители Кыргызстана работающие в Евразийской экономической комиссии Ну а ваши семь кислородных концентраторов закупили педагоги Оржского государственного университета К этой благотворительной посылке они приложили также пульсоксиметры и респираторы Еще 10 аппаратов городской больницы вручили два бизнесмена Южной столицы перечислив заодно деньги на борьбу с COVID-19 В качестве гуманитарной помощи Россия направила в нашу республику 820 полных наборов ПЦРТ-систем на 80 720 исследований Еще 480 это неполные наборы на 24 тысячи исследований Тесты направят в государственную лабораторию для проведения анализов пациентам с симптомами инфекции В Бишкеке планируют открыть еще одно реанимационное отделение в одном из стационаров Бишкек Об этом также сообщили в правительстве Это обусловлено тем, что некоторых больных в критическом состоянии нет времени везти в обсерватор на бывшей базе Ганси В данное время медспециалисты подбирают наиболее удобные учреждения Между тем, в штабе призвали граждан не отказываться от госпитализации в обсерватор Симитей Она же бывшая американская база На сегодня это крупнейший и отлично подготовленный стационар нас 1700 коек с реанимационным отделением на 50 мест где полное оснащение и аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами и врачами Люди, не зная об этом, отказываются туда госпитализироваться На сегодня там лечение получает 600 человек в основном в тяжелом состоянии Минздрав еще раз напомнили о правилах которые необходимо соблюдать родственникам при захоронении своих близких скончавшихся от COVID-19 или пневмонии На сегодня, напомню, уже почти 150 человек умерли от коронавируса и почти 500 от пневмонии Так, по рекомендации Минздрава во время похорон должны присутствовать только самые близкие люди которым следует соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра Быть в масках и перчатках перевозка умершего от коронавируса или вне больничной пневмонии должна осуществляться на спецтранспорте Машина и помещение, где находился усопший следует после тщательно продезинфицировать Сегодняшние показатели заболевших на Иссыкуле стали рекордными с момента начала эпидемии в республике 31 человек Большинство из них жители Четаугусского района это 11 граждан Тем временем крупный дневной стационар открыли в Караколе 40 коек установили в одном из кафе города получить медицинскую помощь в виде консультации, осмотра, капельниц, уколов жители Каракола могут по адресу на пересечении Токтагула и Туманова Нуждающихся, правда, просят приносить с собой прописанные им лекарства и медизделия А вот в Таласе, как заверяют местные власти эпид ситуация стабильная Полномочный представитель правительства в области Марат Марталиев на сегодняшнем брифинге сообщил, что граждане стали более бдительными 90% соблюдают все санитарные нормы и стараются не посещать места массового скопления людей Однако межобластное сообщение пока не действует и сегодня продолжает все еще функционировать санитарно-карантинный пост Талдыбулак где тщательно проверяют граждан и проводят регистрацию всех их личных данных На сегодняшний день в каждом сельском фельдшерско-акушерском пункте развернуты койки В ЦСМ есть физкультурно-оздоровительном центре города Талас Мы проводим с населением разъяснительные работы о том, что не нужно заниматься самолечением Если есть симптомы заболевания то необходимо обращаться за медицинской помощью в поликлиники, в дневные стационары Ажиотажа нет В Чуйской области будут проводить подворовой обход граждан на выявление болеющих Местные органы власти вместе с медиками провели анализ ситуации с пациентами и выявили, что граждане обращаются в больницу поздно уже будучи в тяжелом состоянии Заболевшие решают лечиться дома самостоятельно и не обращаются к участковым врачам под присмотром которых у многих не наступило бы критическое состояние вызванное внебольничной пневмонией Сегодня в области уже более 2000 заболевших 36 человек умерли Сколько не сообщают о своей болезни в организации здравоохранения неизвестно Глава Кыргызстанского МИД Чингайзайдарбеков переболел коронавирусом Рассказал, как поборол болезнь и заверил кыргызстанцев, что все кыргызстанские дипломаты в разных странах предлагают все возможные усилия для оказания помощи нашим согражданам за рубежом Хотя, к сожалению, оказать ее вовремя получается не всегда признал министр иностранных дел Чингайзайдарбеков взял пост на своей странице в фейсбуке в котором рассказал, что 11 дней лежал с температурой но, наконец, смог восстановиться и приступает к работе Большинство отделений госрегистрационной службы закрыты на карантин Когда их планируется открыть, сегодня сообщил заместитель председателя ГРС Телек Джейнбаев 6 июля, по его словам, аппарат госпредприятия УНА перешел на дистанционную работу Открыть отделение департамента для обслуживания населения планируется 19 июля Архивное агентство при ГРС также закрыто Региональные архивы перешли на удаленный формат работы по принципу дежурства 7 по 13 июля не работали отделения Кыргызпочта Сы, там провели профилактические санитарные мероприятия С 13 числа доставка соцвыплат идет в обычном режиме Лицам безгражданства и иностранцам пока нет необходимости обращаться для правления регистрации как отмечают в ГРС В стране продолжает действовать режим ЧС который предполагает это послабление Гражданам Кыргызстана только тем, кто находится за пределами страны и у которых сроки действия паспортов истекают в период с 1 января этого года по 30 декабря сроки действия документа удостоверяющего личность временно продлены до 31 декабря текущего года 29 мая, как сообщили в ГРС все-таки состоялось подписание соглашения с немецкой компанией Мюльбауэр ID Services по изготовлению и поставке бланков электронных биометрических паспортов для граждан Тем временем, госрегистрационная служба продолжает и внедрение систем по улучшению обслуживания населения Так уже работает онлайн бронирование очереди для получения услуг в ЦОН-4 по улице Ауэзова А еще этот механизм ГРС применили в работе дневных стационаров в столице Оказывается, техническая помощь дневным стационарам в городе Бишкек В качестве технической помощи ГРС передала мэрии города Бишкек необходимое оборудование для организации и упорядочения потока очередей в 15 дневных стационарах Это 40 ноутбуков и 30 термопринтеров Таким образом, продукт системы электронной очереди разработанный госпредприятием Инфоком при ГРС используемый уже на протяжении 4 лет в ЦОНах был адаптирован в режиме оффлайн работы поскольку не во всех стационарах имеется интернет-связь значит в данную очередь позволяет формировать две очереди по двум категориям это очередь на консультацию и очередь на получение процедуры капельницы, уколы значит, гражданам выдаются талоны медицинские работники смогут вызывать пациентов по очереди а номера талонов будут визуально доступны на телевизионных мониторах Партия Республика приостановила избирательную кампанию об этом сообщил ее лидер Мерлан Ченчуроев Такое решение он аргументировал ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Мерлан Ченчуроев отметил, что партия не отказывается от участия в выборах и не говорит об их отмене а только лишь от целесообразности переноса на какое-то время Как отмечает лидер этого политобъединения закон, с учетом нынешней ситуации, это позволяет На сегодня, как подчеркнул Дженчуроев уже более 500 умерших от пневмонии коронавируса сотни лежат в больницах остальные болеют дома а задачи на лишь поиском лекарств и медиков В таких условиях нельзя проводить избирательную кампанию считает Мерлан Ченчуроев Практически миллиард, предусмотренный на организацию процесса голосования сегодня важнее направить на медицинские нужды, считает политик И сделать все это можно, если будет объявлен режим чрезвычайного положения в стране, который запрещает проведение выборов как это случилось с местными выборами, назначенными на март В свою очередь, строгий локдаун в рамках режима ЧП позволит разорвать цепь заражений Мерлан Ченчуроев отмечает, что до выборов осталось 90 дней а до начала агитации 60 Все, кто будет задействован в агитационных работах несет риск распространения инфекции гражданам Ежедневно гибнут десятки людей и несколько сотен заражаются Общее количество умерших уже около 500 и зараженных более 11 тысяч Поэтому необходимо разорвать цепь заражений и прекратить гибель людей Проводить на этом фоне предвыборные мероприятия аморально и преступно Как можно агитировать или рекрутировать в партию в городах и селах где уже на каждой улице есть или погибший, или зараженный Они ждут излечения здесь и сейчас нежели чью-то предвыборную программу Преступно, потому что все люди, кто участвует в предвыборном процессе активисты, работники штабов, члены избирательных комиссий работники госрегистра, местного самоуправления включая и самих избирателей кто должен себя внести в список избирателей будут подвергнуты риску заражения ее распространения и гибели Второе. Не отмена выборов а перенос даты голосования до улучшения эпидемиологической ситуации Закон позволяет пример перенос местных выборов Третье. Заложенные денежные средства в размере около миллиарда сомов можно сейчас направить на спасение здоровья и жизни населения развернуть госпитали, нанять дополнительных врачей закупить лекарства и медицинские изделия аппарата и так далее Выровнять и разорвать цепь заражений возможно Пример и сценарии расписаны у соседей Наши ближайшие соседи Узбекистан и Казахстан ввели второй локдаун При локдауне необходимо направить на поддержку и стимулирование бизнеса средства из фондов запаса или продажи активов И мы лишь приостановили работу штабов по проведению предвыборных мероприятий до улучшения эпидемиологической ситуации Вся работа политактива направлена на борьбу и оказание помощи пострадавшим от эпидемии Сильное подтопление грязевыми потоками случилось в Баткенской области Дома, дворы, огороды, подвалы, дороги и мосты повредил сель По данным МЧС, в области прошли сильные ливни В итоге жилые строения, коммуникации, транспортные пусти сильно пострадали Так сообщили в МЧС В Исфане затопил три дома, подвалы и огороды На участке Раухана в Селем унесло 38 голов крупного рогатого скота Селевые потоки также повредили водопроводные трубы В селе Чемген Электрические столбы в селах Баул и Гольбо На месте работают спасатели и техника Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин